Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле очень-очень важная. Мы с вами еще немножечко пошумим в чате, настроимся на рабочий лад. Пишите, из каких вы городов. И очень здорово было бы узнать, в каких вы рангах и есть ли у вас уже команда. Потому что тема сегодняшнего нашего обучения... Омск присоединился, Жан, очень приятно. Тема нашего сегодняшнего обучения – это запуск новичка. Партнер-новичок. Отлично. Значит, сразу вы попадаете на тему, которая позволит вам запустить дубликацию уже в команду. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате те, у кого есть уже команда. Пусть у вас там, я не знаю, один, два, три человека – это уже все равно команда. И поставьте, пожалуйста, такой сигнал в чат, чтобы я знала. Так, вот у Татьяны есть люди, у Ирины, ну, да, 6%, наверняка, значит, в команде есть люди. Еще есть у нас в чате партнеры, у которых есть уже, пусть небольшие, но команды. Так, Надежда Нестерова. Привет, Надюш. Я. Ну, смотрите, достаточное количество партнеров, у которых есть уже в структуре люди. Скажите, пожалуйста, посещал ли вас когда-либо вопрос, я вот человека оформила, это полдела, а что мне дальше с ним делать? Были такие сомнения или задавались вы себе вопросом, и что? Что дальше? Были, посещали ли вас такие вопросы, а как вообще работать с командой, да, что для этого нужно? Было такое, есть своя у меня система. На самом деле этот вопрос посещает каждого, кто осознанно начинает построение именно сети, да, но учусь постоянно. Смотрите, что я вам на этот счет скажу. Своя система, это, конечно, хорошо. Мы все приходим в бизнес осознанно, и это бизнес самостоятельный, но есть проверенная действующая система, которую внедрила компания, да, в лице директора по маркетингу Александра Шудековой. То есть есть уже правильные шаги, которые вы хотите или нет, но приведут вас к определенному результату. Можно идти своей дорогой, да, изобретая свои методы, так скажем, свой велосипед, объезжая какие-нибудь препятствия и так далее, но можно сесть уже на готовый инструмент и поехать по ровной дороге. Что для этого нужно, мы сейчас с вами будем разбираться. Вот многие продолжают писать, что да, конечно, были такие вопросы, и может быть даже и посещают и по сей день, поэтому наша задача сегодня эффективно в этом разобраться, да, и вы должны четко понимать, что рекрутинг – это процесс, процесс, который состоит из этапов, и прорабатывая каждый из этапов, вы получаете не просто регистрацию, вы получаете не просто активацию контракта, да, вот человек, например, захотел, взял папку и все, и дальше у него каждый месяц нолики, 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 да. Мы с вами должны четко понимать, что наша задача – это не перепись населения и не продажа папок, да. Наша сеть будет расти тогда, когда мы будем создавать товарооборот, да, на постоянной основе регулярной, то есть будет стабильность в действиях, и люди начнут нас дублировать, да. То есть наша с вами задача – наполнять нашу сеть именно активными бизнес-партнерами. И в очередной раз я вам хочу сказать, что… Так, сейчас, секунду, хорошо, у вас начинать только… Все, все, отвлеклась немножко на комментарии. Наш бизнес – это бизнес статистики и цифр. Его легко просчитать, и не нужно бояться больших команд, больших каких-то задач. На самом деле, если делать все поэтапно, просто и регулярно, это на самом деле очень интересно. И работа с людьми – это тоже интересно. Но работать нужно качественно и грамотно, да. Вот если говорить про этапы, я вам просто напомню. Сегодня мы говорим о запуске, да. То есть вы видите, если посмотреть вот нашу воронку рекрутинга, процесс запуска – это такой уже завершающий этап работы с человеком. Перед этим моментом есть несколько этапов. Это когда ваш человек попадает в воронку, да, то есть вы вносите его в базу контактов, вы делаете человеку предложение с целью встретиться, то есть делаете ему приглашение, да. После этого вы проводите переговоры. После этого, скорее всего, человек придет на повторную встречу. Это может быть презентация, может быть встреча со спонсором, а может быть конкретно с вами для уточнения, да, каких-то вопросов и возражений. Дальше у вас состоится регистрация, и вот только после регистрации вы проводите качественный запуск партнера. Наша задача – принять этот факт, что не бывает сам по себе процесс запуска, то есть увидели человека, сразу ему все рассказали, и считают, что все, партнер у вас в команде. Более того, я считаю, что запуск партнера в бизнес нужно проводить далеко не всем. Конечно, наша задача – сделать все возможное, и чтобы из человека получился качественный партнер. Но мы никогда не можем сказать, что вот да, у этого получится, а вот у этого не получится. Шанс нужно дать абсолютно каждому человеку. Но если изначально вам человек говорит, ты знаешь, мне интересен только продукт, я вот сейчас хочу присмотреться, попробовать. Дайте человеку этому время. Не проводите сразу вот этот вот качественный запуск, потому что вы просто можете перезагрузить человека и напугать. То есть помните, что в принципе запуск партнера – это должен пройти не каждый человек, а именно человек, который принял решение с вами зарабатывать в команде. Основная цель запуска – вот когда вам станет легко и понятно, что делать с новичком, это станет понятно тогда, когда вы будете понимать цель запуска, вообще для чего этот процесс. Так вот, цель запуска – это закрепить новичка в своей сети. Что значит закрепить? Это же не взять его скрепкой и прикрепить на стенку. То есть человек должен четко понимать, где он может брать продукцию, как сделать заказы. Возможно, если в вашем городе есть офис, значит, знать, куда прийти, кому обратиться. Знать элементарно, что есть мероприятия, обучающие в компании, такие вот, как сегодня. Знать, где посмотреть какую-либо информацию. То есть он должен знать основные чаты, которые у вас есть, обучающие, командные. Он должен знать спонсорскую ветку. Он должен понимать официальные источники компании, чтобы не искать что-то в интернете и не терзаться сомнениями, а вот там какая-то бабка где-то сказала. То есть должна быть достоверная информация у ваших людей. Соответственно, им нужно дать вот это правильное видение, правильные ключики к дверям, куда они могут зайти. И, конечно же, ни одни чаты, ссылки на записи и так далее не могут дать более качественного запуска, нежели индивидуальная работа. Почему? Да потому что все люди разные, не все понимают, так скажем, с первого раза, вот проваливается жетон. У всех разная скорость, у всех разная возможность посвящать этому бизнесу время. И, конечно, мы не можем всех людей, вот знаете, вот прям вот под одну гребёночку записать. Мне прям буквально недавно в Директ поступило предложение от девушки, которая мне предлагает купить какую-то супер-пупер систему, ну, очередного бота, робота, который работает с возражениями, запускает человека в бизнес. И прям вот действует это для любых компаний. Вот мне очень интересно с этим человеком пообщаться, что за волшебная кнопка такая, потому что она говорит, что она сама работает в MLM-индустрии. Но для меня всегда очень интересно, как у людей хватает времени на рассылку вот таких данных сообщений, если они, в принципе, строят сеть. А тем более, если такое предложение поступает мне 31 марта, в день закрытия месяца, да, когда просто происходят самые невероятные события, рождаются лидеры, закрываются новые квалификации, она вот как-то успевала ещё приглашать для покупки вот этого бота. Встаёт вопрос, сетевой бизнес она строит, либо просто зарабатывает на продажах вот этой вот «супер-пупер», в кавычках, конечно же, системы. Вот, поэтому индивидуальная работа, она, ну, безусловно, первостепенно вот выстраивание отношений с вашим новичком. Двигаемся дальше. После того, как вы провели встречу, вернее, провели и завершили регистрацию, вы проводите индивидуальную встречу с новичком. И вот здесь как раз-таки завязываются ваши бизнес-отношения. Я всегда говорю после регистрации человеку, что давай теперь мы спланируем твой бизнес, и мы проведём с тобой первую бизнес-встречу, бизнес-планирование. И вот от этой встречи будет зависеть многое. Станет ли этот человек просто фанатом бренда и будет хорошим потребителем, который будет делать на регулярной основе товарооборот. Либо это будет ваш активный партнёр, либо это станет самостоятельный лидер в вашей структуре. Какую роль выберет новичок, это покажет, конечно же, только время и действия того человека, ну, к чему он реально будет готов. Но мы с вами выступаем в роли наставников и именно запускаем этот процесс, потому что не все рождаются лидерами, но при желании лидером можно стать. Согласны с этим? Дайте, пожалуйста, обратную связь, потому что вижу такую тишину в чате. Заодно я пойму, как меня слышно и согласны ли вы со мной. Ага, всё, плюсики пошли. Спасибо за обратную связь. Так, двигаемся дальше. Руку новичку пожали, да, двигаемся дальше. На самом деле у запуска есть основные задачи, разобравшись в которых, вам станет очень прозрачно и понятно, что же делать с новичком. Итак, первая задача – это влюбить человека в продукцию, потому что, ну, на самом деле, от продукта зависит очень многое, и если человеку изначально, ну, что-то не понравилось, то, в принципе, этот продукт будет, ну, нереально рекомендовать, и каким образом тогда здесь строить сеть тоже непонятно, да. То есть это важный момент. Следующая задача – это показать значимость личного товара оборота, то есть личного потребления продукта для успешного построения в бизнесе. Следующая задача – это включить человека в систему рекрутинга. Мы сейчас про каждый шаг обязательно проговорим, вы не переживайте, то есть это не так поверхностно будет, но в целом, да, чтобы у вас сформировалась сейчас картинка, понимание рекрутинга, то есть это приглашение людей к вам в команду, да, к вам в сеть. Следующая задача – заключить моральный контракт с человеком, да, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы человек взял обязательства в первую очередь перед собой и перед вами. Все вы понимаете, что в нашем бизнесе нет начальников, нет подчиненных, да, но если мы на берегу не договариваемся об определенных действиях, как правило, многие люди, они очень опосредовательны, то есть люди привыкли вот это, такое состояние, знаете, как на работе, чтобы вот ему дали конкретную четкую задачу, и тогда он будет ее исполнять, да, соответственно, вы здесь выступаете в роли так вот, ну, мнимого начальника, заключая вот тот самый моральный контракт с человеком, где вы обязуетесь его поставить на нужный путь, а человек обязуется, ну, исполнять вот эти вот договоренности, да. И пятый пункт – это взять обязательство провести такой же запуск, но уже со своими партнерами-новичками. То есть изначально наша с вами задача – запустить вот эту дубликацию в систему, чтобы не вы конкретно каждого партнера брали и запускали, а ваш человек научился делать то же самое и делал уже это самостоятельно со своими людьми. И если мы вот так с вами простроим связь на четыре поколения вниз, то это бизнес, который уже, ну, нельзя будет остановить, и за счет простройки отношений с первой линией, та вторая линия со своей первой линией и так далее, у вас всегда будет четкое понимание, что происходит в вашей структуре. На самом деле это очень-очень, друзья, важно. Двигаемся дальше. Так, я перескочила. Давайте отдельно разберем вот эти вот этапы, да. Что значит влюбить в продукцию Армель, да. Это, конечно же, сделать презентацию продукции. Ну, как это можно сделать легко? Да просто показать, чем вы сами пользуетесь. И вот здесь уже срабатывает правило личного потребления. Покажите, чем вы пользуетесь из ароматов, что у вас есть из косметики, какой кофе вы пьете, да, по утрам, какой у вас любимый вкус. Попейте вместе кофе. Продегустируйте коктейль и так далее. То есть показать все то, что есть у вас в наличии, чтобы человек попробовал, понюхал, потрогал, то есть получил эмоцию, да. Если вы находитесь с партнером на расстоянии, ничего страшного. Это можно сделать также при созвоне и разбудить в человеке интерес, взять это и попробовать, да. Точно так же, как есть различные там у некоторых, знаю, лидеров продуктовые чаты, где просто скидывают отзывы о продукции. Человек посмотрел, посмотрел, думает, о, хочу тоже такой продукт себе, да. Или там увидел, какие результаты получил от этого продукта другой человек. Ему тоже захотелось. И, конечно, разобрать все инструменты по работе с данным продуктом, да. Что это может быть? Это очень удобное наше мобильное приложение, где можно пройти аромоподбор, да, где есть описание всех ароматов по категориям, по образам, да, которые они подходят и так далее. Рассказать про инструменты, которые могут помочь привлечь новых клиентов. Это, естественно, аромовизитница, папка, каталоги и так далее. То есть все, что связано с работой с продуктом, да, чтобы были у человека блоттеры, чтобы он понимал, что такое аромовизитница, зачем она нужна и почему вообще нужна папка, если он хочет заработать как минимум на продажах. И вот здесь важно составить с человеком его личную потребительскую корзину. Как это можно сделать? Это очень просто. Узнать, чем человек на данный момент пользуется, чем моет голову, чем чистит зубы, чем стирает и так далее. И предложить, попробовать это уже в своем магазине, чтобы, во-первых, сложилось представление о бренде, о продукте. Второй момент – начать экономить на продукции премиального качества. И третья возможность – это уже получать прибыль от использования продукта. Как это можно сделать? Очень просто. Опять же, показать значимость личного товара оборота для бизнеса. То есть прямо на цифрах показать. Вот смотри, если ты выбираешь стратегию, делаешь личную активность 35 баллов, что ты от этого получаешь. Как правило, 35 баллов – это минимальный состав продуктов, которые требуются в дом ежемесячно. Согласитесь, что мы все с вами закладываем в бюджет определенные траты, там, коммунальные услуги, какие-то налоги, страховки и так далее. И в том числе у нас вот есть определенная статья на продукты и статья на бытовые нужды. И, как правило, она сейчас гораздо больше двух-трех тысяч рублей. А если у кого есть маленькие дети, то эта сумма в разы больше. Согласны со мной? Кто согласен, ставьте пятерки в чате. И, соответственно, при таком потреблении продукта у вас ничего не остается там дальше элементарно на продаже. Вот как много пятерок. То есть я попала прямо в самую точку. Дальше вы можете расписать то же самое при 50 баллах и при 100 баллах. И вот смотрите, 100 баллов – это как раз-таки уже возможность получения сейл-бонуса. То есть это одна из возможностей для человека, который изначально хочет просто попробовать продукт, просто брать со скидкой, то есть экономить. И здесь вы можете показать, как еще плюсом на своих же тратах он будет зарабатывать. Потому что, в принципе, сейчас нет ни одного магазина, я не знаю такого, но вот в обычной жизни, чтобы вы пришли, сделали покупки на хорошую сумму и вам еще деньгами вернули. Здесь важно четко дать представление человеку, из чего складывается личный товарооборот. Как я уже сказала, это можно сделать с помощью наводящих вопросов. Чем пользуешься, где покупаешь, сколько стоит. И предложить альтернативу, чтобы человек попробовал. И объяснить, как можно рекомендовать данный продукт теплому кругу. Элементарно угощаем чашечку кофе. Кофе спрашиваем, отзывы даем дегустировать наши ароматы и так далее. То есть я надеюсь, что с этим проблем нет. Если есть, обратитесь к вашим наставникам, потому что это достаточно обширная тема. И она отдельно, не касающаяся темы запуска новичка. С продукцией мы с вами разобрались. Ценность личного потребления рассказали. И следующий этап – это уже когда человек начинает понимать, а зачем ему, собственно, приглашать людей. Что он с этого будет иметь. То есть мы этим этапом уже включаем человека в систему рекрутинга. И здесь важно проработать такие пункты, как изучение маркетинг-плана. То есть чтобы человек четко понимал, на каком виде дохода и как он может заработать. И как именно эффективно зарабатывать деньги из нашего маркетинга. Потому что при нашем маркетинге можно зарабатывать 5000 рублей, а можно зарабатывать 50 тысяч, а можно 100 тысяч в месяц. И от чего это зависит? После этого нужно поставить цель человека. Потому что кому-то не хватает на кусок хлеба с икрой, а кому-то не хватает на Мерседес, например. Или кто-то там хочет закрыть кредиты, купить жилье и так далее. И суммы, конечно, они будут варьироваться. И вот здесь, когда человек говорит сразу большую цифру, ну, например, мне для полного счастья нужно 100 тысяч рублей в месяц. Понятно, что завтра он этих денег не заработает. Ну, так скоро за день. Но мы можем разбить вот эту финансовую цель на год, на полгода, на три месяца и на ближайший месяц. То есть разбить вот этого большого слона на кусочки и начинать достигать. И, кстати, очень классно, что эту тему мы проходим сегодня, 1 апреля, потому что как раз самое время планировать свой бизнес. И я сегодня делала очень много созвонов с партнерами, и мы действительно планировали этот месяц. И делали это именно с постановки, отпираясь от количества денег, которые необходимы человеку, и что, как компания Армель может помочь в этом. Потому что если человек, в принципе, не готов к действиям в сетевом бизнесе, ну, например, он боится звонить, он боится приглашать, он вообще боится рот открыть перед человеком, ну, тогда здесь надо честно сказать, ты знаешь, бизнес не твой, и здесь ты больших денег не заработаешь. То есть быть честным. То есть вам нужно тоже понимать, к чему человек готов. Вы же тоже тратите время и пытаетесь вывести его на результат. Дальше. Составляете план достижения цели. То есть какой объем работы человек должен для этого проделать. Это наша воронка рекрутинга. То есть начинаем с базы, приглашения, переговоры и запуски. И вот здесь у нас очень классный есть инструмент у каждого из вас в личном кабинете, как воронка рекрутинга, воронка вашей эффективности. И заполняя ее каждый день, вы видите эффективность свою и эффективность ваших партнеров. То есть провели сегодня две встречи, прям вечером отведите 2-3 минутки на заполнение этой воронки. Записали две. Например, сделали 10 звонков, назначили 5 встреч, одну встречу провели. На следующий день, если ваша эффективность была равна нулю, прямо пишите 0 звонков, 0 переговоров, 0 встреч. И таким образом воронка вам будет сама показывать вашу эффективность. Вот если эффективность, например, 100%, 80%, то все идет по плану. У вас будут в структуре новички, у вас будет товарооборот, и это значит, что вы все делаете правильно. А если ваша эффективность будет на протяжении 10 дней, полмесяца равна нулю, это вам сигнал, что что-то вы делаете неправильно, на каком-то этапе у вас пробуксовка, и надо срочно звонить спонсору и говорить, спонсор, смотри, я делаю то, 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 а у меня эффективность 0, у меня нет людей, у меня нет желающих и так далее. И разбираться. И вот здесь как раз-таки завязывается ваша индивидуальная работа с человеком. Вы соблюдаете пунктики прописанного морального контракта, и спонсор понимает, чем он может быть вам полезен, и эффективность растет, нежели вы сами по себе боретесь с какими-то сомнениями, страхами, непониманием, а спонсор думает, ну, раз он ничего не спрашивает, значит, ему все понятно, потому что, как правило, у спонсора вы же не один, и есть люди, с которыми он постоянно работает. То есть уловили суть, да, что нужно постоянно анализировать бизнес, и в помощь вам как раз вот эта воронка. Потому что мне часто бывает, партнеры говорят, я вот провожу встречи, и ничего никому не надо. И когда мы доходим до эффективности, когда я задаю вопрос, ну, сколько встреч ты провела за неделю, оказывается, одну. Одна встреча в неделю, ребят, вы просто не начали еще этот бизнес, вы не отработали статистику. Помните, да, из десяти два согласятся, восемь скажут, мне это неинтересно. И если вы провели одну-две встречи и сказали, ничего никому не надо, вы просто еще этот бизнес не начали делать. Вот. Дальше. А важно вписать бизнес Армель в еженедельный график. То есть чтобы человек четко понимал, например, у меня есть там три дня в неделю по три часа, но вот в эти часы я конкретно занимаюсь Армель, да. Либо это каждый день, это идеальный вариант, но четко должно быть выделенное время на Армель, потому что, опять же, из практики человек приходит, загорается, начинаешь его приглашать на встречи, там, по списку, по переговорам, он говорит, мне некогда, у меня там начинает продавать свои проблемы. Слушай, стой, ты сейчас классно продала мне свои проблемы, свои задачи, но у нас же с тобой цель, то есть возвращаемся к постановке цели, и без действий мы с тобой ничего не достигнем. То есть вписать сразу, сколько ты готов уделять времени этому бизнесу. Давай с тобой пропишем. И я буду знать, и ты будешь знать. Я лишний раз тебя не буду дергать, или буду дернуть тебя каждый день, да. Все зависит от того, сколько ты можешь времени выделить на этот бизнес. Следующий этап. Вот в этом пункте, да, для рекрутинга необходимо составить базу контактов. То есть здесь важно человеку проговорить важность составления списка, как его вести. На эту тему есть отдельная школа в системе запуска, очень подробная, где брать контакты, как брать контакты, как эту базу контактов вести и так далее. Сделать человеком первое приглашение к совместным переговорам, то есть делать совместные звонки, провести первые переговоры совместно и, соответственно, поставить задачу на количество регистраций в месяц. Можно тоже расписать это на неделю. Это даже лучше, потому что если вы поставили цель, например, 10 новичков в месяц, проходит 10 дней, у человека нет новичков, проходит 15, тоже нет новичков, проходит 20 дней, нет новичков. И к концу месяца человек понимает, что нет тех новичков, а как делать квалификацию? Соответственно, здесь легче, опять же, вовремя заметить проблему, проанализировать. Допустим, 10 новичков на месяц, значит, в неделю где-то 2-3 человека, 3-4 можно. Если первая неделя прошла и нету вот этих двух регистраций, значит, сигнал, что что-то идет не так. Если люди в процессе доработки, это хорошо, но если у вас нет даже кандидатов, с этим нужно что-то делать. То есть понимаете важность вот этого процесса, что значит включить в систему рекрутинга. На самом деле очень важный этап. И вот здесь очень много людей слетает, потому что они понимают, что нужно, блин, работать нужно. Но те, кто это делает, как раз-таки очень быстро начинают расти в квалификациях, в рангах, естественно, в своем финансовом доходе. Вот по этому пунктику включить в систему рекрутинга, вам все понятно, что здесь нужно проработать с человеком. Поставьте, пожалуйста, семерки. Давайте семерки. Пятерки у нас были, плюсики были. Семерки. Кто этот пункт прям вот понял, у кого провалился жетончик? Отлично. Двигаемся дальше. Про моральный контракт. Говорили, давайте еще раз прям пробежимся. То есть договариваемся с человеком, что он пробует продукт для того, чтобы делать ежемесячную активность. Если человек изъявляет желание здесь зарабатывать, 35 баллов – это просто как почистить зубы с утра, должно быть в месяц. Но если мы говорим об эффективном бизнесе, это как минимум должно быть 100. Обязательно быть на связи, потому что бывает, что человек изъявил желание строить бизнес, начинаешь ему писать, звонить, он не на связи, не отвечает, игнорирует и так далее. Понятно, что мы делаем вывод, что этот человек не в активе, и стоит ли мне делать, допустим, тратить свое время. Поэтому здесь как и спонсору важно быть на связи, так и, соответственно, дать понимание вашему новичку, почему он должен быть на связи с вами. Естественно, обучаться и посещать события компании. И вот здесь вот тоже для вас хорошая новость, потому что сегодняшнюю школу я провожу в преддверии очень важного, значимого события от компании. Кстати, кто уже знает, о каком событии идет речь, напишите в чате, и можете написать прям, знаете, 10 с плюсом, кто уже купил билет на данное мероприятие. Естественно, вы должны промотировать ближайшие события, если оно от компании, это вообще мега промоушен должен быть, либо это какое-то событие вашего спонсора, либо просто в городе. Вот недавно в городе я организовывала аромовечеринку очень большого формата. Естественно, я промотировала это событие среди своих партнеров. Так, саммит мастеров. Отлично. Надя правильно написала. 10 плюс. Богданова Елена, Татьяна Алексикова. 10 плюс. Билет купен в первые минуты продажи. Супер. И, кстати, уважаемые партнеры, завтра у вас будет возможность купить уже билет на оффлайн событие. То есть сейчас мы все покупали билет на онлайн мероприятие. Но те, кто захочет побывать лично на этом мероприятии, мы сейчас еще тоже немножко к этому событию вернемся. Я чуть-чуть забежала вперед. Так. Потеряла мысль, потому что отвлеклась на комментарии. Посмотрела, очень хотела сюда к вам, как у вас было круто. Татьяна, спасибо большое. Очень приятно, что вы посмотрели наш вечер в записи. Берите идеи, проводите в своем городе. Это очень классно работает. Так, к событию саммиту 2021 вернемся. Дальше. Очень важно вот в этом моральном контракте проговорить, что вы оба придерживаетесь этого плана, корректировать его вместе по необходимости и заполнять воронку рекурсинга. В принципе, я это подробно уже проговорила, но важно, чтобы вы еще раз зафиксировали себе эти моменты. Дальше. Взять обязательство провести уже такой же запуск, но со своими партнерами, новичками. То есть, чем быстрее вы запускаете вот этот процесс между людей, тем быстрее с такой геометрической прогрессией начинает расти ваша сеть. Потому что представьте, если вы даже зарегистрировали пять человек, и эти пять взяли и по одному зарегистрировали в следующий месяц, ваш уже не пять, а десять. Следующие десять по одному – это уже не десять, а двадцать человек. И представляете, если эти люди придерживаются вот этого качественного запуска и грамотно делают личный товарооборот, проводят встречи, а если они проводят встречи, то появляются и новички, и появляются продажи. И вот здесь все параметры, они только-только растут. Поэтому можно смело открывать склады, можно смело брать автопрограммы и путешествовать с компанией. То есть у вас все становится стабильно. Помните еще о том, что запуск новичка, он в принципе длится в течение первых трех месяцев. Дальше, если человек не вошел в вот эту систему, вероятнее всего, что это будет вот так вот на нет, на нет исходить. То есть, да, это будет активный партнер, но, скорее всего, это не лидер вашей структуры. То есть первые три месяца активно запускается человек. Либо не запускается. И здесь важна работа в связке, либо тет-а-тет, если вы в одном городе. Если вы в разных городах, это ничего не меняет. Сейчас любые мессенджеры, видеозвонки, конференции и так далее. Все это можно делать тоже через видеосвязь, показывать наглядно, общаться, знакомиться. Все очень эффективно работает. Следующий момент. Как я уже говорила, важно запустить это на четыре поколения вниз. Я делаю запуск Маши. Маша делает запуск Даши. Я контролирую, чтобы Маша сделала все правильно. То есть на первых этапах мы подсказываем. Дальше Даша делает запуск Саши. Маша контролирует Дашу. Заметьте, уже не вы контролируете Дашу, а Маша контролирует Дашу, потому что Маша, она четко поняла, что нужно делать, потому что вы ее качественно запустили. Даша сделала качественный запуск Саши. Я контролирую Машу, чтобы она проконтролировала Дашу. То есть на самом деле работа становится такой очень интересной. Вот этот момент понятен? Понятно теперь стало, про какие я говорила четыре поколения, почему этот процесс важно запустить. И смотрите, при такой картине, вот если вам важно собрать какую-то информацию, например, кто планирует купить билеты, вы эту задачу ставите Маше, говорите, Маш, и важно, чтобы твои ключевые дали ответ. Она тоже самое говорит, Даша, Даша, сейчас важно понимание, сколько человек у нас купили билеты на саммит мастеров, и кто не купил, почему. Нужна информация. Даша собирает это по своей структуре и говорит то же самое, Саша. И тогда у вас есть четкое понимание, и тогда вы можете смело планировать закрытие рангов, потому что вы четко понимаете, кто с вами работает и на какую цель, и, соответственно, планировать товарооборот. Помните, когда я начинала сегодняшнее обучение, я говорила, что наш бизнес, он бизнес статистики, цифр, и его можно просчитать. Вот просчеты как раз-таки здесь тоже заложены. То есть есть эффективность ваша, а есть эффективность командная. Вот командная эффективность, она в большей степени зависит от того, как качественно мы прорабатываем наших новичков и насколько мы с ними заключили тот самый моральный контракт. Вот. Конечно, это нереально сделать все на одной встрече. Если вы все это выпулите человеку на первой вашей встрече, он испугается и убежит, либо ничего не поймет. Поэтому ваши встречи важно разделить на несколько бизнес-встреч. И очень классно, если каждую встречу вы будете подкреплять конкретными заданиями. Ну, смотрите. Встреча первая. Вот человек оформился. Вы с ним встречаетесь, знакомитесь поближе, понимаете, насколько он готов уделять время бизнесу, разбираете продукцию армей, разбираете инструменты, с помощью которых человек будет работать, а именно прям сразу. Здесь, сейчас скачиваете мобильное приложение, показываете, как с ним работать, рассказываете про CRM-систему и так далее. То есть разбираетесь от и до. Показываете личный кабинет, как сделать заказ с сайта, либо направляете человека на мини-склад и так далее. Пробуйте продукцию, пробуйте то, что есть, рассказываете про личный товарооборот, про то, как делать его, собственно, как продукцию рекомендовать, рассказываете о том, как можно еще на сейл-бонусе заработать, и даете задание просмотреть всю продукцию и составить примерно, что ты в ближайший месяц купишь себе домой. Просчитываете это по баллам, и уверяю вас, это будет гораздо больше 35 баллов. Если человек сядет и подумает, ага, чем я буду мыть голову, чем я буду чистить зубы, чем я буду мыться, чем я буду стирать, чем я буду мыть стекла и так далее, будет гораздо больше. У меня даже, я как-то записывала видео про личную товарооборот, и он был гораздо больше 100 баллов, если вот прям пользоваться всем от и до. И на этой же встрече можно дать задание, написать список из 10-20 человек из близкого окружения, кто пользуется там духами, кто пьет кофе и так далее, и уже начать работать с этими людьми именно по продукции. Дальше, на следующей встрече. Вот человек, важно, чтобы вы получили обратную связь, чтобы человек выполнял ваши договоренности. Если вы проговорили, и человек не сделал это, это уже тоже сигнал, насколько он готов действовать. Нет смысла постоянно что-то говорить, разбирать, показывать, если у человека накапливается ряд невыполненных обязательств. На следующей встрече, при условии, что он выполнил задание предыдущей встречи, все классно, когда поэтапно. То есть вот первый блок, он связан с продукцией, с техническими моментами, с работой приложения, различных инструментов. Все, разобрались. Дальше. Вторая встреча касательно уже разбора маркетинг-плана, цифр. Здесь вы уже планируете финансовые цели. Разбирайте конкретно базу контактов, как ее написать, кого туда вписать. Можно прям проговорить свои ошибки, что, смотри, я не вела список, к чему я пришла, что у меня вот получилось, что много проделанных действий, а результата мне это не дало, и на каком-то этапе у меня опустились руки и так далее. И прям важно начать вести этот список, прям тоже дать задание, прям написать 10 человек из какого-то определенного круга и так далее. Либо в базу СРМ импортировать контакты с телефона, чтобы человек реально понял, какое у него поле для деятельности, сколько у него знакомых и так далее. И опять же, да, даем задание составить базу контактов и сделать рекомендации ближайшему кругу по продукту. То есть начинаем эти знания уже использовать и запускать в работу. Следующая встреча – это когда вы, человек приходится с списком, с написанным, и вы уже начинаете приглашать вместе с ним. Очень классно, если у вас свой список, у новичка свой, один звонок делаете вы, один он. То есть в связке работать гораздо легче, гораздо легче перебороть вот этот вот страх, потому что если человек начинает звонить один, он один отказ услышал, а второй отказ и думает, ну всё, сегодня не судьба, звонить не буду. Двум человекам предложил, сложилось отношение, что никому ничего не надо, и, собственно, вот так вот месяц и закрылся, что никому ничего не надо. То есть это совместные приглашения, совместные переговоры, отработка возражений. Здесь можно сработать на опережение и сказать, смотри, вот ты сейчас начнёшь звонить, и тебе люди сразу будут по телефону говорить, а расскажи сейчас, да, или, например, ты начнёшь проводить переговоры, а люди начнут сразу возражать, что там, а стойки ли у вас духи, а там, не знаю, сетевой это там стрёмно, или что не работает вот такой вот метод звонков и так далее, вот нужно купить там того же бота, который начнёт работать и так далее. То есть изначально подготовить, что возражения будут, и это нормально. И научить человека работать с этими возражениями. На самом деле это тоже отдельная тема из наших школ, да, и возражений на самом деле не так много, они одни и те же и повторяются, вам просто тоже нужно знать алгоритм, и всё у вас будет получаться. Вот. И, соответственно, задание, да, какое здесь можно дать, это количество звонков и назначенных переговоров, непосредственно проведение переговоров в течение недели и цель пригласить людей на презентацию. Прямо прописывайте, сколько человек, потому что от этого будет зависеть вот сам контент-план. Если человек хочет на презентацию привести два человека, то он должен понимать, что для этого ему нужно сделать 50 приглашений, 25 отсеются сразу, из этих 25-10 скажут, хорошо, я подумаю, и только два придут. То есть это не значит, что если он хочет привести на презентацию два человека, он двоим сказал, и они придут. Надо понимать, что двоим сказал, не придёт никто. И чтобы у человека не было разочарования, то нужно приглашать больше. С этим понятно? По встрече, конкретно уже по действиям. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если всё понятно. Да, отлично. И сейчас вы можете сфотографировать себе вот такой вот чек-лист или просто записать. Мы с вами ещё раз проговорим, на чём важно фокусироваться в первый месяц работы. Смотрите, на самом деле пунктов не так много, их всего 11, но посмотрите, насколько в целом выглядит работа достаточно немаленькая по объёму. Ещё раз, скачиваем приложение, разбираемся в нём. Кстати, если вы работаете, например, с каким-то предпринимателем, то наша CRM-система, она просто вообще незаменима в бизнесе. Разбираемся с продукцией, с возражениями основными продукции, подготавливаем рабочие инструменты для работы, визитки, аромавизитницы, блотеры и так далее. Активируем сейл-бонус, то есть начинаем активно пользоваться продукцией, разбираемся в маркетинг-плане, ставим цели конкретно для человека. Но, конечно, лучше в первый месяц поставить первую ступеньку, минимум 6%, чтобы это, знаете, это заветная квалификация, на которой будут просто дальше строиться все основные. Если человек поймёт, как делать 400 баллов и дальше запустит это в свою структуру, в ближайшие несколько месяцев можно закрыть директорскую квалификацию. Дальше работаем с базой контактов, пишем её, начинаем проводить переговоры, составляем контент-план и даём информацию уже либо в соцсети, либо встречаемся тет-а-тет, какие-то смс-оповещения и так далее. Включаемся в систему работы команды. Вот это очень важный пункт. Когда у вас ещё нет результата, как говорится, на что звать, вот хорошо вам, лидерам, говорить, у вас уже есть машина, вы уже были в путешествии, у вас там доход хороший, но как раз-таки работа в команде, она и приводит человека к результату. То есть, смотрите, все мы когда-то начинали, и все начинали без результата и без команд. Я всегда говорю такой пример, я не родилась с YouTube-каналом и с подписчиком в 10 тысяч человек. Это всё когда-то тоже начиналось. Поэтому, если нет пока результата вашего, говорите о результате наставника, работайте в паре с ним, совместно работайте на мероприятиях по вторникам и четвергам, да, то есть вторник у нас презентация, четверг у нас обучение по курсу запуск. Дальше. Посещаем мероприятия, команды, это могут быть у вас внутренние презентации, внутренние планёрки, добавляем людей в рабочий чат и, конечно, работаем на ближайшее событие, которое организовывает компания. Помните, что ваш личный запуск нового партнёра во многом и определяет старт в бизнесе. То есть, если человек хочет быстрого результата, стартовать нужно как ракета, ярко и быстро, потому что именно на результат приходят люди. Никто не хочет прийти, знаете, в тухляк, когда вы говорите, что вот я в компании 4 года, и я закрываю 6%, но стабильно, да. Вот стабильность, конечно, хорошо, но не в этом случае. Если к вам придёт амбициозный человек, его, конечно, это не замотивирует. А если вы говорите, в первом месяце я закрыла 6%, и благодаря полученной системе, которую я готова тебе передать, я готова тебя научить этому, на втором месяце я уже закрыла 9-12%, а на четвёртый месяц я выполнила автопрограмму, сейчас езжу на новом автомобиле, и ты можешь так же, да. То есть старайтесь быть лучшим наставником для своих партнёров. Но, естественно, здесь важно взять ответственность уже за результат того человека, и это на самом деле большая ответственность и большой труд. И если говорить о лидерских качествах, об ответственности, да, ну, я не могла не проговорить с вами о том, какой же должен быть эффективный наставник, потому что многие, придя в бизнес, говорят, я хочу быть лидером, я вот хочу быть как она, как он, да, и так далее. Но у каждого успеха есть своя цена, да, и здесь вы должны тоже заложить определённую цену своему успеху. Работа над собой, она, ну, наверное, самая сложная, да. Сложно всегда признать свои ошибки, сложно что-то сделать тоже в первый раз, где-то там перебороть свою гордыню и так далее. Но человек, который это признаёт, на самом деле он уже является лидером. Так вот, смотрите, как только вы принимаете решение строить бизнес с Армель, сразу принимаете решение и стать лидером большой команды, даже если у вас её ещё нет. Все грандиозные мысли рождаются в голове, да. Не важно, кто твой спонсор, не важно, какой наставник ты. Каждый человек приходит в бизнес ради себя. Вот думайте о себе. Не нужно говорить, вот я пришла, меня бросили, знаете, прям вот брошенка такая. Вы же приходили не ради человека, у которого могли сегодня поменяться жизненные обстоятельства, и он рассмотрел для себя что-то другое. Это нормально. Думайте о том всегда, а какой наставник вы, да. А за вами человек захочет пойти или нет. На лидере всегда заканчиваются проблемы. Будьте лидером, решайте проблемы, да. Если, ну, обращайтесь в таких уже крайних ситуациях, и то негатив вверх, ой, да, негатив вверх, позитив вниз. Вот четвёртый пункт. Дальше. Лидер – это тот, кого не нужно толкать в спину. Это человек, который принимает решения и действует так, как это надо. То есть тоже знаете, да. Лидер берёт ответственность за свой результат и результат своих людей. Лидер считает себя ключевым, важный момент, ключевым в команде своего наставника и берёт ответственность за свой результат, а значит, на него можно положиться. Вот эта связка, когда лидер может чётко надеяться на вас, может понимать, что вы, ну, на вас можно положиться, вы можете там поддержать, провести презентацию, вы готовы участвовать в его обучениях, приходить на мероприятия команды, приглашать людей. То, ну, на самом деле это важно и для человека, и для спонсора, который работает с вами. Лидер ведёт свой бизнес честно, для него в приоритете вопросы этики. А лидер не просто кричит сверху, давай ко мне, а спускается вниз и протягивает руку помощи своим партнёрам. То есть, в принципе, то, о чём мы сегодня говорили. Можно много говорить о своих результатах, а можно взять, протянуть руку и сказать, давай вместе начнём всё сначала, даже если не получалось. Признать какие-то ошибки, и вам как спонсору, возможно, вы неправильно запустили человека. Иногда бывает, что нужно сказать так, слушай, я вот проанализировала, и понимаешь, я поняла, что я делала всё не так. Я не сделала тебе качественного запуска. Готова начать заново? Давай. И проделать это с людьми, которые у вас сейчас в структуре, например, есть, числятся, но неактивны. Возможно, причина была и в вас тоже. Признать это уже быть лидером. И лидер, конечно, он никогда не растворяется в чатах, он всегда на связи, принимает участие, принимает правила игры. И есть такая очень классная франа, не помню, кто её сказал, кто-то из наших лидеров, дорабатывать до последней капли во флаконе. Также месяц мы бывает закрываем до последней капли во флаконе. Так, сейчас прямо отвлекусь. Да, это фраза Вики Соболевой. Ага, Наташа, спасибо. Вот, как хорошо вы поставили всё по пунктам. Отлично, значит, вы всё тоже себе чётко поняли. И в завершении, конечно, я не могу не сказать про саммит мастеров, потому что это один из важных моментов запуска человека в бизнес, использование мероприятий как инструмент для роста в этом бизнесе. Знаете, так символично получилось, когда я оформилась в компанию, это был октябрь 2016 года, буквально через несколько недель было событие премиум. Я для себя рассмотрела эту возможность, но у меня, естественно, как у любого человека, были сомнения, у меня было недоверие и к продукту, и чего уж там греха таить и к людям, и которые приглашали, и руководство компании. То есть это вообще нормально, когда есть сомнения и какие-то вообще тараканы в голове. Но именно вот это событие, вот эти все страхи, сомнения, оно развеяло. То есть я увидела людей, увидела единомышленников, увидела президента компании, пусть даже это было далеко-далеко со сцены, но после этого события именно и произошёл вот этот вот качественный толчок. Я поняла, что я буду делать это уже осознанно и правильно. И если вы послушаете истории многих успешных лидеров нашей компании, многие вам скажут, что они своё осознанное решение приняли именно на каком-то событии, будь то форум, будь то саммит, будь то, господи, выпало слово, премиум и так далее. Это вот сейчас мы попали в такой год, когда вот это пандемия, и мы не могли встречаться. А так, в принципе, в компании 3-4 раза на регулярной основе проходят мероприятия. И смотрите, за 4 года в компании я не пропустила ни одного оффлайн-события, ни одного. Кто-то, может быть, подумает, зачем? Ну, достаточно же один раз обучиться, и всё. Нет, ребят, наш бизнес строится от события к событию. И это связано даже не столько, может быть, во многом с информацией, это больше связано даже с обменом эмоций, потому что вот есть люди, которые вот вас затягивают вот в это болото, что всё плохо, никому ничего не надо, и сейчас вот этот вот вот этот нытик сказал вот то, вот этот нытик вот это сказал. А здесь вы попадаете в другой рассол у людей, у которых это получается, которые это прошли, которые вам показывают другой путь, да, они показывают другую дверь, и вы этим подзаряжаетесь, вы делитесь опытом, вы наполняетесь эмоционально, вы получаете знания, вы слушаете экспертов, и именно это даёт вам силы для действий до следующего события, понимаете? Совершенно верно, Александр пишет, даёт нам энергию и силы, мы действительно наполняемся. И сейчас я в завершении нашего с вами сегодняшнего обучения включу вам небольшой ролик, который сегодня уже попал в сети, может быть, кто-то видел его, а кто-то нет. Как раз-таки мнение людей, мнение лидеров, для чего важно быть на этом мероприятии. Итак, приятного просмотра. Друзья, партнёры, каждое событие компании приносило свои перемены в нашей жизни. И однажды я попал на событие компании, это было в Астане, и именно в этот день я осознал, насколько важно не упустить сегодня такую возможность. И из события к событию мы росли, мы становились сильнее. Сегодня у нас уже очень много лидеров, сегодня мы достигли того, чего хотели, и мы продолжаем расти. Именно после этого события мой привычный ранг 17% в этот же месяц закрылся на мастер. Я закрыла в апреле мастера. Почему? Потому что на саммите мастеров топовые лидеры и руководство компании даёт чёткий план действия. То есть мы просто следуем системе, которую даёт компания. Если ты партнёр Армель и принял решение добиться успеха, стать топ-лидером, тогда будь на волне с успешными людьми, потому что лидеры дождаются на таких мероприятиях. За два часа в онлайн-режиме я понимаю буквально всё. То есть отношение к компании, отношение к лидерам, маркетинг классный, прозрачный. Именно после саммита у вас будет розовый, самым минимальным сделайте статус бриллианта. Входите на бриллианта, вы приведете на саммит. Когда-то 5,5 лет назад я попал на своё первое мероприятие в Армель, и это мероприятие просто кардинально изменило мою жизнь. Оно разделило её на жизнь до, обычную такую довольно серую среднестатистическую жизнь. И жизнь сейчас – это жизнь в хорошем таком достатке, в определённом статусе, с хорошей счастливой семьёй. И это мероприятие в корне поменяло моё мировоззрение, моё видение этого бизнеса, понимание того, что я здесь могу добиться результата. Я увидел тех людей, которые на тот момент имели результат, и понял, что я ничем не хуже, что я могу так же. Именно 10-11 апреля ты получишь новую порцию мотивации, заряда энергии, новых знаний, получишь признание, будешь путешествовать с командой и ездить на красивом автомобиле. До встречи на сайте. Пока. За три года я не пропустила ни одного мероприятия. Поэтому я точно знаю, что каждое мероприятие даёт мне силы, что каждое мероприятие даёт мне новые знания, которые позволяют мне развиваться вместе с Армель. Именно саммит мастеров мероприятия компании позволяют принять решение. На одном из таких мероприятий приняла своё решение я, и теперь успешно строим свой бизнес. Присоединяйся и ты. Купи билет, и мы там встретимся. Хочешь так? Тогда тебе нужно обязательно быть на саммите мастеров в Екатеринбурге. А я за три с половиной года ни разу не пропускала ни одно событие. Я знаю самую главную вещь. Никогда нельзя пропускать те события, на которых такие же люди, как я, как вы, вышли на доход, и там будут рассказывать все фишки. Билеты доступны уже в твоём личном кабинете. И на этих событиях вырастают все лидеры. На этих событиях выросла я. Те обучения, те знания, которые получаем мы на этих мероприятиях, даёт рост вашему бизнесу. Так что если ты действительно хочешь развиваться, действительно хочешь зарабатывать в компании серьёзные деньги, обязательно покупай билет, присоединяйся и получай развитие в своём бизнесе. Если вы сегодня хотите добиться больших результатов, успеха в МЛМ индустрии, будьте там, где находятся лидеры, будьте там, где находится успех. Мы, деке, уезжимы, МСКУ-Каласында уйткен компаниян 4-шылых туга мюнген кейн, уйсу бирден байкалга. Буга, дейм, бз 17% директор квалификации келсик, дэль сол премиумнан кейн, командамыз улғайып, уйсып, сафир квалификации нежиттік. Енді, дэль осы Екатеримур-Каласында онлайн форматта уйтекуни, саммитлендэк халманыздар, билет сапланыздар, Каждый из нас хочет получить автомобиль, путешествовать два раза с компанией в разные околки мира, принимать в этом участие и быть активным участником всего этого кайфа. Поэтому тебе нужно быть на саммите 2021. И, возможно, именно этот саммит твою жизнь в корне изменит, поэтому не пропусти его. На каждом событии компании мы пишем историю. И предстоящий саммит мастеров это мощнейшая успешная глава. Будь в самом центре событий, пиши эту историю вместе с нами. Не нужно наблюдать совсем со стороны. Все зависит только от тебя. И на саммите тебя ждет успех. Гарантирую. Это мероприятие, на котором вы получите знания и навыки, как обладеть этим бизнесом, где брать людей, что с ними делать. И самое главное, вы познакомитесь с теми людьми, которые этот бизнес уже сделали, у которых есть большие команды, кто зарабатывает уже десятки, сотни тысяч рублей ежемесячно. Наш бизнес зависит от многих факторов. От эмоций, от знаний, от поддержки единомышленников. И все это мы получим на данном событии. Принимай правильное решение и до встречи. Я пришла в сетевой из традиционного бизнеса и не понимала, что нужно делать. Меня буквально заставили приехать на первое событие от компании. И сейчас я опытный MLM-предприниматель с огромной командой. Поэтому советую пройти всем этот путь. Если ты сейчас сомневаешься, чем это получится у тебя или нет, обязательно будь вместе с нами в этом огромном зале, пусть даже и виртуально. Получай эти знания, получай эти эмоции. Это то, что нужно для твоего роста, Вармель. Это будет мощно, это будет взрывно, это будет мега масштабно. Ждем. Кто купил билеты на саммит? Взрыв! Кто купил билеты на саммит? Есть у нас такие в чате? Или кто принял решение? Действительно, сейчас послушал, все, говорит, я, я куплю билет на саммит. Потрясающе! Очень многие купили билеты. Я желаю вам еще принять решение посетить это мероприятие не только онлайн, но и оффлайн. И для тех, кто примет это решение, мы встретимся с вами в Екатеринбурге. Надеюсь, что вы сегодня извлекли определенную пользу из сегодняшнего обучения и, соответственно, уже с сегодняшнего дня поставите свой бизнес на более новый, качественный уровень. Всем желаю успеха, процветания и до встречи! Все, друзья, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok